Музыка Музыка Вот видите, косей 16-кубовой цистерны, которая наполнена отходами переработки ореха, направляется в сад. Сейчас я вам покажу, как он будет вносить эту смесь, адскую смесь. Трактор со смылками занимает позицию, таким образом, чтобы цистерна шла над этой бороздой. Вот цистерна шла над бороздой, вот он выравнивает. Отлично. Коротко, что в этой цистерне. Вот видите, там поплавок показывает уровень, масса колеблется. Мы это придумали для того, чтобы каждый раз не лазить, не заглядывать. Это все просто, но это работает. И вот, кроме массы перикарпа с водой смылочной, мы поставили сюда на 16 тонн 50 килограмм селитры, 25 килограмм моноаммоний фосфата, мапа, и 20 килограмм нитрата калия. Для того, чтобы это немножко сдобрить. Расстояние здесь между рядами 14 метров. И вот сейчас мы будем задавать эту массу в бороздок. Пожалуйста, Мальчо. Сильнее, сильнее, полностью. Открывай полностью. Сильнее, сильнее. Открывай, открывай. Вот видите, какая масса. Борозда наполняется. Немножко, не спеша. Мы утилизируем. Мы утилизируем эти отходы. Они не создадут проблемы экологии. А для ореха это будет возврат йода назад в почву. Ну, надо регулировать скорость движения. Ее надо координировать совпитываемостью. И корневая система, уже она в эту зону подошла. Она будет брать то, что ей надо. Растение не самоубийца. Оно в зону, где ему некомфортно, оно не пойдет. Два года назад Батрак Олег из Белгородской области Он задавал вопрос, а не использовать ли эти отходы в саду. Я тогда соблюдался, а потом разобрался в составе и понял, что это, в принципе, реально. Потому что ничего противоречившего ореху здесь нет. Наоборот, мы делаем замкнутый цикл. В йод ушел. Компоненты, которые пошли на создание перекарпа, и ее допернулись. Если вы помните, то когда мы обсуждали вынос элементов питания, я вам показывал, что орех практически по всем позициям на 92-95% выносит. И ничего не возвращает. Так вот, это вот способ хоть какую-то часть дефицитных элементов вернуть. Орех. 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 Продолжение следует...